Здравствуйте! Лев Николаевич Толстой был, пожалуй, одним из самых известных студентов Казанского университета. И действительно, те годы, которые он провел здесь, в Казани, самые важные в его жизни, потому что это годы молодости, годы становления. Хотя, к сожалению, мы мало о них знаем, потому что даже в последних биографиях Толстого всего несколько страниц посвящены этим очень важным годам его жизни. Но именно в Казанском университете начинаются научные исследования Толстого, потому что еще в 1894 году, представляете, еще при его жизни, Николай Павлович Загозкин, профессор университета, одно время бывший его ректором, публикует статью, которая посвящена была студенческим годам Толстого. А потом появляются воспоминания о нем, как о студенте. И сам Толстой тоже очень много рассказывал своим биографам о казанских годах. И вот в 1928 году, к 100-летнему юбилею Толстого, здесь в Казанском университете печатается сборник, который называется «Великой памяти Льва Толстого». А потом появляется книга, вот эта книга тоже профессора, казанского профессора Ефима Григорьевича Бушканца «Юность Льва Толстого. Казанские годы». И теперь в этом году мы отмечаем 190 лет со дня рождения Толстого, и этот год у нас в республике, в Казанском университете объявлен годом Толстого. Именно поэтому Институт международных отношений совместно с телевидением Казанского университета «Универ ТВ» организовал для вас цикл лекций. Лекции будут читать крупнейшие специалисты по творчеству Толстого, по биографии Толстого со всего мира. И не случайно цикл называется «Словисты России и мира о Толстом». Я надеюсь, что этот цикл будет интересным. По крайней мере, приглашать мы будем самых крупных мировых специалистов. Сегодня мы поговорим с вами о том, что называется «духовным переворотом» Льва Толстого. Это известное событие в его жизни. Об этом, в общем-то, все знают, кто хоть сколько-нибудь знает биографию Толстого. Но далеко не все понимают, что происходит с ним в это время. Духовный переворот приходится на конец 70-х, начало 80-х годов. Позднее Толстой сам датировал это даже точным годом, 1881. Но на самом деле это начинается несколько раньше, уже в конце 70-х. Это начинается сразу же, как только Толстой заканчивает Анну Каренину. И печатает ее в журнале «Русский вестник» у Каткова. Любопытно, что Катков, печатая Анну Каренину, не стал печатать последнюю главу Анны Карениной. То есть роман в версии Каткова заканчивался тем же, чем Анна Каренина заканчивается практически во всех экранизациях этого романа. То есть самоубийством Анны, когда она бросается под поезд. На самом деле у Анны Каренины есть еще целая большая глава, так называемая Левинская глава, где как раз Толстой показывает, что с Левиным происходит что-то. Он живет в деревне, он хозяйствует, он счастлив со своей китей. Но с ним что-то происходит, вплоть до того, что он на пике своего жизненного счастья начинает думать о самоубийстве. И в конце романа с Левиным происходит что-то вроде такого умственного или духовного переворота. Он начинает по-другому смотреть на мир. Вот это же происходит с Толстым. И это абсолютно радикальный момент его биографии. Потому что в возрасте 50 лет Толстой, который находится в зените славы, Анна Каренина имела огромный успех, даже больше, чем война и мир. На пике семейного счастья они прожили уже довольно много лет Софьи Андреевны. У них родилось несколько детей. Толстой помещик, Толстой счастлив в своей ясной поляне. И вдруг он решает отказаться от всего. Отказаться от собственности. Он отказывается фактически от своего творчества. Это удивительная вещь. Когда при Толстом кто-то начинает хвалить его войну и мир. Или Анну Каренину Толстой говорит, что это глупость. Мне не нужно было это писать. Он говорит, как же, Лев Николаевич, вы написали великое произведение «Война и мир». Как же вы можете от него отказываться? Что отвечает на это Толстой? Он говорит, ну и что, я в молодости шампанское пил, к цыганкам ездил и вообще вел беспутный образ жизни. Ну вот еще и «Войну и мир» написал. То есть Толстой начинает абсолютно уничижительно относиться к собственному творчеству. И вообще к творчеству, вообще к литературе, вообще к искусству. Он считает, что все это не нужно, потому что это совершенно не нужно народу. Огромная масса народа не читает этого, не понимает его. Все это для какой-то узкой кучки образованных людей, аристократов. И это не является вообще искусством. И Толстой в это время пишет проект, в своем дневнике записывает проект такой жизни в коммуне, в семье. Это фактически такой прообраз будущих толстовских коммун, когда вся семья живет в одном небольшом доме. Есть мужская половина, есть женская половина. Все они работают на своем участке земли. Не владеют всей остальной землей, как Толстой владеет Ясной Поляной и другими, кстати говоря, имениями, которые у него были. А всю остальную землю раздать крестьянам, ценные вещи раздать нищим, продать, раздать деньги и так далее. И еще чуть позже Толстой отказывается от прав на свое литературное сочинение. То есть он не желает получать деньги за то, что он написал и то, что он будет писать и печатать. И вот здесь встает вопрос, почему это происходит с Толстым. Любопытно, как, ну, главная, конечно, причина, это то, что Толстой становится религиозным человеком. Он этот процесс, он описывает в своей первой религиозной такой вещи, исповедь. В которой, собственно, и объясняет, что в какой-то момент, на пике семейного счастья, на пике писательского успеха, он вдруг понял, что все это не нужно, потому что он умрет. И его не станет. И тогда зачем все это? Он пишет, ну, стану я более известен, чем Шекспир и Гоголь, а зачем, если я умру? Ну, будет у меня несколько тысяч десятин земли, а зачем, если я умру? Ну, будет у меня семья, много детей, а зачем, если я умру? И Толстой приходит к той мысли, что без веры Бога, без веры бессмертия, жизнь абсолютно бессмысленна. И парадоксальным образом это тоже подталкивает его к мысли о самоубийстве, как это происходит с Левиным. И это происходит буквально, серьезно. Толстой ходит на охоту и не берет с собой ружье. Лернее, берет ружье, но не заряжает его. Он прячет от себя веревки. Почему самоубийство? Ну, потому что, а зачем бессмысленно, так сказать, жить еще там много лет, если все равно умрешь? Ну, и надо кончать это как можно скорее и все, так сказать. Почему это происходит с Толстым, все-таки не вполне понятно. Потому что я думаю, что одними религиозными причинами, это, безусловно, главная причина. Безусловно, главная причина с этого момента, вот с конца 70-х, начало 70-х годов, начинается новый Толстой. Толстой, верующий в Бога. И, кстати говоря, его конфликт с русской церковью происходил не потому, что Толстой не верил в Бога, а именно потому, что он верил в Бога по-своему. И считал, что в церкви он не находит той веры, которая нужна ему и которая, как он считал, нужна людям. Но это, безусловно, вера в Бога, вера в некое, которое не знает, как его определить за гробное существование. Отсюда, так сказать, совершенно новое отношение к жизни, и к искусству, и к творчеству, и к земле, и вообще к жизни. Но были и другие моменты. И на это обращают внимание следователи на жизни Толстого. Ведь с Толстым происходит духовный переворот, когда он написал два огромных романа, и два, безусловно, гениальных романа, которые сегодня, собственно говоря, во всем мире считаются главными произведениями Толстого. «Война и мир» и «Анна Каренина». И это, естественно, вполне для писателя после успеха двух таких крупных вещей писать новый роман. И Толстой задумывает, и даже не один, а несколько романов. Главный роман, который он задумывает, хочет написать, это роман о Петре Первом. Его страшно интересует эта эпоха. Он изучает документы, он изучает язык той эпохи, он очень серьезно подходит к этому делу, и он свыше 30, он начинает уже писать этот роман, он свыше 30 раз начинает писать этот роман. И не получается. Роман Петр Первый впоследствии напишет его, ну, в общем-то, дальний родственник и однофамилец, красный граф Алексей Николаевич Толстой. Великий, кстати говоря, роман. А у Льва Толстого он не получился. Впоследствии Толстой объяснял это двояко. Он говорил, что, во-первых, он не чувствовал близость той эпохи, то есть все-таки война 12-го года, в которой участвовал его отец, и это он чувствовал. Он чувствовал людей того времени, язык того времени. А вот Петровская эпоха все-таки была от него далека. А Толстой для того, чтобы писать, должен был внутри себя проживать жизнь этих людей, то есть вживаться непосредственно в них. И вот этого у него не получилось, поэтому он не стал дописывать этот роман. Другое более радикальное объяснение, которое он давал позднее, это то, что Петр Первый ему опротивил. Просто как личность. Когда он прочитал про жестокость Петра, про то, что, так сказать, происходило при дворе, и так далее, и так далее, то он, как моралист, просто не смог об этом писать. Вот, что называется, так сказать, рука не позволяла ему писать об этом. Он задумывает другие вещи. Он хочет продолжать роман о декабристах, он хочет писать о движении русских на восток, вот это вот освоение материка огромного евразийского. Но ничего у него не выходит. Можно ли говорить о творческом кризисе? Да, в какой-то мере можно говорить, потому что Толстой не принадлежал тем писателям, которые могут штамповать романы, вот один за другим. Толстой все время менялся, он искал какие-то новые пути. И поэтому наступает такой промежуток, как бы, в его творчестве. Конец 70-х, начало 80-х. А новая вещь, которую он пишет уже после духовного переворота, или в процессе духовного переворота, это «Чем люди живы?» Это совершенно новый Толстой. И стилистически, и смыслово. Это просто другой писатель. Это короткий рассказ с очень сильным моралистическим началом, с попыткой объяснить, зачем живут люди, что живы они одной любовью. Там много аллегоризма, что до этого не свойственно было Толстому. И он написан очень просто. Очень просто. Это так, чтобы это мог прочитать мужик вообще грамотный, и понял, о чем там идет речь. И в дальнейшем Толстой работает над азбукой, такой антологией для детей, которые, как он считает, могут прочитать и дети аристократов, и дети мужиков, и дети прачек, и так далее, и так далее. Для азбукой, в частности, допустим, был написан «Кавказский пленник». Не все знают, что этот рассказ написан для детей. Это детский рассказ, и при этом это великое произведение. То есть определенный момент такого писательского слома тоже происходит. И еще один очень важный момент. Для Толстого очень важен был семейный проект. Он рассматривал семью как проект, но не практический, хотя и практический отчасти проект, но как проект такой жизни. Он долго выбирал себе невесту, вот он выбрал Софью Андреевну Берс. И, в общем-то, 15 лет, начиная с 1962 года, они живут такой счастливой жизнью. То есть были конфликты какие-то семейные, но рождаются дети, они понимают друг друга, она сотрудник его творчества, она безумно любит и «Войну и мира», Анну Каренину, она ему помогает в чем-то, даже какие-то советы дает. То есть это, в общем, такое семейное счастье. А вот в конце 70-х начинаются страшные семейные конфликты, связанные с попыткой Толстого отказаться от собственности, от литературных прав на свое сочинение, которые приносили доход, конечно, безусловно. И дальше, дальше, и вплоть до ухода Толстого из Ясной Поляны. То есть счастливая семейная жизнь, в общем, кончается. Начинается череда каких-то компромиссов, поисков каких-то решений и так далее, и так далее. И, возможно, Толстой в силу своей натуры, в силу своего духовного склада, вот просто жить такой обычной, счастливой семейной жизнью, писателя, помещика, так сказать, отца семейства, он не мог. Толстой все-таки странник духовный, Толстой искатель, ему нужно открывать какие-то новые горизонты, какие-то новые духовные возможности, и так далее, и так далее. Вот с этим тоже можно объяснить его духовный переворот. Любопытно, как был воспринят духовный переворот в образованном русском обществе. О Толстом стали ходить слухи, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. И эти слухи поддерживал не кто-нибудь, их поддерживал Иван Сергеевич Тургенев, который в свое время патронировал Толстому, как начинающему писателю, в общем, любил очень его творчество. У них, правда, был очень серьезный конфликт, в 62-м году они чуть на дуэли не подрались, но, в общем, к концу 70-х они уже, в общем, помирились. И Толстой, когда Тургенев был у него в Ясной Поляне, приехав туда из Паскова Лутовинова, рассказал ему о своих новых взглядах. И с точки зрения западника, европеиста, такого просвещенного человека Тургенева, вот все эти религиозные взгляды Толстого – это абсолютное безумие. И с точки зрения просвещенной интеллигенции того времени – это безумие. Точно это то же, что произошло с Гоголем в конце жизни, когда он пишет выбранные места из переписки с друзьями, разгневанные западники, европеист Белинский пишет ему известное письмо, в котором он объясняет ему, что это ужасно, что это проповедь кнута, невежество и так далее, и так далее. И вот в глазах образованного общества с Толстым происходит то же, что происходит с Гоголем. И с Гоголем это в конце жизни произошло, а с Толстым это происходит в середине его жизни, на пике его успеха, на пике его счастья, семейного, жизненного. И это очень странно. Это совершенно не принимается обществом. Это какой-то другой совершенно взгляд. И Толстой на какое-то время оказывается в общем одиночестве. Его не понимает общество, его не понимают в семье. А главное, его не печатают. Новые вещи его не печатают. Исповедь, которая должна была быть опубликована в журнале «Русская мысль», вырезывается из журнала и не выходит. Свой следующий философский трактат «В чем моя вера» Толстой, как диссидент, вот как сказали бы сегодня, на свой страх и риск. Просто сам заказывает типографии, тиражом 50 экземпляров. Но эта книга расходится среди там московской, петербургской аристократии, духовенства, кстати говоря, высшего. Они читают все это, все это любопытно. Вот это какие-то новые взгляды Толстого. Но все это абсолютно не принимается. Они не понимают, что происходит с Толстым. И дальше, дальше, в общем-то, все религиозные произведения Толстого, и в том числе и многие его художественные произведения, где эта тема поднималась, такие как, допустим, там «Отец Сергий» и так далее, они не печатаются, они запрещены. В России было две цензуры – политическая и церковная, или духовная цензура. Россия была православным государством. И только после 1905 года, когда был объявлен манифест о свободе слова, они начинают уже легально выходить в Россию. Но, конечно, они распространялись в России. Даже к ним был повышенный интерес. Даже к ним был больше интерес, нежели к «К войне и мире» и Анну Карениной, которые считались, ну, все-таки старыми, да, сочинениями писателями. А вот эти новые его сочинения, они не просто распространяются в России, вызывают огромный интерес, возникает течение толстовства в какой-то момент. То есть они становятся популярны, и они становятся невероятно популярны во всем мире. Вообще своей мировой славой Толстой при жизни был обязан главным образом своим новым взглядом, который начинает получать распространение в Европе, в Америке, в Индии, в Китае, в Японии, просто по всему земному шару. И вот тогда начинается паломничество в Ясную Поляну, когда к нему приходят, приезжают разные люди, в том числе с разных концов света, с какими-то вопросами, на которые они ждут ответа. Толстой вступает в переписку с людьми, которые живут по всей земле. Ну, скажем, в конце жизни он вел очень интересную переписку с Махатмой Ганди, еще совсем молодым человеком, который в то время учился в Лондоне, а впоследствии возглавит индийское движение сопротивления против англичан, и станет, в общем-то, таким духовным отцом нации. Он, молодой Ганди, был толстовцем. Не все знают, он был толстовцем. Он писал Толстому письмо, Толстой ему отвечал. Последнее такое большое законченное письмо Толстому перед уходом из Ясную Поляну – это письмо Ганди в Лондон. Одним словом, жизнь Толстого, безусловно, разламывается надвое. До духовного переворота и после духовного переворота. Толстой не пишет романов. Роман «Воскресенье», написанный уже в самом конце XIX века, вот как бы на переломе XIX и XX века, Толстой писал очень долго, он к нему возвращался. Вот Анна Каренина и «Война и мир», они написаны, что называется, вот сел, потратил несколько лет и написал. Он в упоении в таком, то есть вот не отрываясь он их писал. А «Воскресенье» он часто, она была задумана сначала как повесть, такая коневская повесть, сюжет ему подсказал Анатолий Федорович Коня, знаменитый русский юрист. Он к ней возвращался, бросал ее. И вообще отношение Толстого к творчеству в это время вот такое, если не хочется писать, если нет такой духовной потребности писать, то он и не писал. Он мог пахать землю, он мог шить сапоги, учить крестьянских детей, размышлять и заносить свои мысли в дневник. С определенного времени он главным произведением своей жизни считает свой дневник. Он насчитывает 13 томов из 90-томного собрания сочинений Толстого. Он начинает его ввести в Казань этот дневник, а заканчивает в Остапове, буквально, так сказать, на смертном адрес. Описание – это, в общем, такая вещь. Ну, есть желание, возвращается к этому. И, в общем-то, «Воскресенье» он закончил, как бы произвел он с собой некоторое усилие. И, кстати говоря, это единственная вещь Толстого, за которую он взял деньги. Почему? Потому что эти деньги нужны были для переселения Духоборов. Это очень крупная такая религиозная секта в России, которая очень сильно преследовалась правительством. И Толстой помог их переселению в Канаду. До сих пор там существует поселение Духоборов. Духоборов страшно, так сказать, благодарны Льву Николаевичу за вот эту оказанную им помощь. И вот чтобы были деньги для этого переселения, он требует от Маркса, издателя, который выпускает в приложении журнала Нива «Воскресенье» в довольно большую сумму денег, если не ошибаюсь, там 35 тысяч, которые все отдают на Духоборов. И поэтому «Воскресенье», вот как роман пишется, заканчивается скорее вот из-за этого. А так бы мог бы, в общем, и не закончить. Или, скажем, последнее произведение Толстого, крупное, «Хаджи Мурат». Он писал его достаточно долго, он возвращался к нему. В 1905 году «Хаджи Мурат» практически был закончен. Но он его не выпускает из рук, он его не печатает, он был опубликован только в посмертном собрании сочинения Толстого, неизданное посмертное сочинение Толстого. Это три тома, которые издавала уже его дочь Саша вместе с его духовным учеником Владимиром Григорьевичем Чертковым. И, кстати, туда вошли многие шедевры Толстого, не опубликованные при жизни. «Живой труп», «Рассказ после бала», «Отец Сергий». Это все шедевры абсолютно, не говоря о «Хаджи Мурате». То есть вот такое отношение к творчеству. Жизнь Толстого, безусловно, разламывается надвое. И, конечно, и уход Толстого тоже во многом связан с этим. Толстой задумывал и даже репетировал свой уход. Вообще 25 лет впервые он попытался уйти из дома еще в начале 80-х годов. Это, конечно, но если говорить конкретно, это было связано с конфликтом в семье, так же, как и уход его 1910 года. Но под этим лежало, конечно, еще и другое такое желание – уйти, найти какое-то место покоя, где он мог бы жить как философ, где его не окружало бы огромное количество людей, где от него не требовали бы непосредственных и буквальных ответов на какие-то духовные вопросы, где он мог бы размышлять, где он мог бы спокойно писать, не думать о том, будет он это печатать, не будет. Толстой во второй половине своей жизни, конечно, великий писатель, но и великий мыслитель, и даже в большей, наверное, степени великий мыслитель уже, уже философ Толстой. И он несколько раз пытался уйти из дома. В 1984 году он просто собрал котомку и ушел, он пошел по направлению Тулы, а когда Софья Андреевна догнала его на выходе из Ясной Поляны и спросила, куда, куда ты, Левочка? Он сказал, куда угодно, в Америку, сказал он, интересно такой в ответ, в Америку. Это звучит немножко странно, но он не случайно называет Америку, потому что в Америке он знает об этом, очень популярны его идеи. Очень популярны его идеи. Не меньшей степени, она может быть даже и в большее в то время, чем в России. И с этим же, на мой взгляд, я убежден в этом, связаны, скажем, несколько паломничеств Толстого в Оптину пустынь. Его интересует монастырская жизнь. При всем его конфликте с церковью, официально, его очень интересует монастырская жизнь. Вот как монахи-старцы живут в уединении, отказывая себе в соблазнах и всякого рода развлечениях, так сказать, мирских. И он, безусловно, так сказать, продумывает, как он мог бы жить в этой ситуации. Поэтому он трижды посещает Оптину пустыню, один раз переодевается вообще мужиком, в Лаптях, в Армике, туда идет. Его, правда, очень быстро там вычислили, что он граф, и тут же перевели в хорошую гостиницу. При Оптиной пустыне существовали гостиницы для паломников, в том числе и вполне себе комфортные. С этим связано его паломничество в Киево-Печерскую лавру, несколько поездок в Троице-Сергиеву лавру. То есть это другое Толстой. Но любопытно, что когда в 1904 году его друг, соратник Павел Иванович Бирюков задумал написать биографию Толстого, написал ее, такую прижизненную биографию Толстого, это очень важно, что она была прижизненной, потому что он консультировался с Толстым, он разговаривал с непосредственным героем своей биографии, этой биографии. И Бирюков задавал ему вопрос, что, когда, что такое его духовный переворот. И Толстой сказал, что на самом деле никакого переворота не было. Все идеи, которые он просто высказал для себя прежде всего в это время, они все у него уже были. Только он или не решался их высказать, или еще не отчетливо их вполне понимал. Так же, как Левин в конце Анны Карениной не вполне отчетливо понимает, что с ним происходит. И действительно, если мы, как бы уже постфактум, будем внимательно перечитывать и «Войну и мир», и Анну Каренину, и даже более ранние вещи, там, казаки, даже севастопольские рассказы, мы увидим, что идея и непротивления злой силой, и идея братской любви, и идея вот этой любви к людям, как выражение любви к Богу, все это там уже присутствовало. Только в конце 70-х, в начале 80-х, Толстой, выражаясь современным языком, артикулировал для себя, а затем и для всего мира, эти идеи. Вот, что, на мой взгляд, было духовным переворотом, который происходит с ним в конце 70-х, в начале 80-х годов, но который, на самом деле, отражал те идеи, которые уже были у Толстого, и которые он просто в дальнейшем развивал в своей жизни и в своем творчестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok